контактные данные вероятность в сто раз меньше, чем что такое может произойти. Да, только 19.00, Юля. Рано начинается. Вообще все включали камеры, и просто вот мы пока в прямом эфире, пока прообщаемся, посмотрим хоть на всех. Мы сегодня стараемся быть в тайминге. Вот Вика включила камеру. Да, камеры включаем, звук пока можно не включать, чтобы там сторонние никакие звуки нам не мешали. О, супер, супер вообще. Все, пошел движ. Юля, привет, Виктория, привет. Видим живых людей, настоящих. Ну что, никто не против начать? Нас, кажется, уже достаточно. Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Юлия Жохова. Сегодня помогу с модерацией этого мероприятия. Благодарю вас за то, что вы присоединились на сегодняшний экспертный борт по влиянию личной стратегии на бизнес с Романом Дусенко, с Ренатом Ватыровым. Уже через несколько минут мы начнем. Пока парочку таких организационных моментов. Обязательно проверьте, что у вас стабильное подключение к интернету, что ваш компьютер, мобильный телефон заряжен, либо подключен к зарядке. При входе в комнату вы заметили, что у вас отключен звук специально, чтобы избежать каких-то сторонних шумов. Если вы захотите задать вопрос или оставить комментарий, то обязательно воспользуйтесь функцией, там внизу у вас есть, поднять руку. Либо же можете написать свой вопрос или комментарий в чат, мы его обязательно прочитаем. Наш экспертный борт продлится полтора часа. Это с учетом блока «Вопрос-ответ». А сейчас я пока хочу передать слово основателю нашего проекта, стоидвайзер, серийному предпринимателю, венчурному инвестору, ментору технологических традиционных предпринимателей Ренату Батырову. Ренат, тебе слово. Привет. Всем привет. Да, а что ты хочешь, чтобы я рассказал? Я хочу, чтобы ты рассказал о проекте стоидвайзерс. Проект стоидвайзерс – это такой спин-офф к ста-капитанам. Мы придумали его осенью прошлого года, общаясь на техно-регате с экспертами. Я смотрел и созерцал, как люди взаимно опыляют друг друга своими знаниями, своими связями, своей экспертизой, участники техно-регаты. Мы в этот раз, вернее, в тот раз мы сделали много встреч one-to-one между участниками сообщества. И каждый был рад помочь каждому из нас. То есть каждый из нас выступал то в качестве эксперта, то в качестве человека, принимающего эту экспертизу. И я понял, что это не должно закончиться после техно-регат, это должно продолжаться. Поэтому мы должны создать инструментарий для дальнейшего обмена экспертизой, для дальнейшего сотрудничества участников сообщества сто-капитанов. И не только сообщества сто-капитанов, но в первую очередь мы опираемся на них. И это несколько тысяч сегодня уже предпринимателей, не обязательно технологических предпринимателей, и экспертов, крутых специалистов, которые так или иначе либо монетизируют свою экспертизу, работая консультантами или членами совета директоров, адвайзерами в стартапах, либо не придумали, как это делать, и вот, пожалуйста, мы придумали это за них. Я и сам, честно говоря, большую часть своего времени оказываю консультации либо в качестве ментора стартапов, либо в каком-то другом качестве. У меня у самого есть несколько советов директоров частной компании, где я присутствую. Вот сегодня получил предложение войти в еще одну компанию технологическую. Поэтому я вижу у этого проекта большой потенциал. Это такой маркетплейс экспертизы, можно было бы назвать. И он отличается от всех остальных подобных проектов тем, что он уже в первую очередь ориентирован на то сообщество, в котором высокий уровень доверия и высокий уровень экспертизы внутри уже существует. Именно там мы хотим это все раскатать. Со временем это будет полноценный софт, платформа. Мы находимся в процессе создания, разработки этого решения. Ну а пока это просто портальное решение с личными кабинетами, в котором будет, вернее, уже есть возможность найти себе нужную экспертизу. Мы подключили несколько десятков экспертов на эту платформу. И мы пока находимся еще в поиске Product Market Fit. Поэтому здесь будут, скорее всего, разные форматы взаимодействия от тех же самых one-to-one консультаций до каких-то корпоративных, временных или постоянных советов от директоров, где мы под конкретную задачу или конкретный проект будем собирать экспертов из сообщества. И эти проекты реализовывать. Это не обязательно технологическая экспертиза или бизнесовая экспертиза. Это, может быть, экспертиза в области психологии, коучинга, лайфстайла. И вот сегодня мы во многом, как я понимаю, поговорим об этом. Я могу бесконечно рассказывать. Предлагаю меня прервать и продолжить двигаться по сценарию сегодняшней нашей встречи. Если остаются вопросы, с удовольствием я их отвечу. Хорошо. Ренат, спасибо большое. Тогда, Ром, я попрошу тебя рассказать о себе, о своих компетенциях. Тебе слово. Добрый вечер. Слушайте, знаете, я всегда, когда с Ренатом мы встречаемся, я могу его заслушиваться. И он просто сидит, разговаривает. Он говорит, ну ты вопрос мне задай какой-нибудь. Я говорю, зачем? Ты и так все прекрасно рассказываешь. У тебя все прекрасно получается. Коллеги, я очень рад. Большое вам спасибо, что вы уделили самый ценный ресурс, который у вас есть. Это ваше время. И в этом смысле на нас, на организаторах, лежит большая ответственность за то, чтобы это время прошло для вас с пользой. Я вижу улыбающихся Викторию Петровой. Это человек, который на меня произвел нереальные, невыгладимые впечатления. И отчасти являлась для меня таким, знаете, маяком, когда я занимался профессионально, был вице-президентом по стратегии и управлению персоналом. Вика, огромное тебе за это спасибо. Имею честь и возможность тебе высказать это. Всегда я с огромной теплотой вижу тебя и всегда об этом говорю. И так случайно мы здесь увидели все. И, наверное, у нас будет такой классный сегодня разговор. Мне бы не хотелось ничему сегодня учить. Но мне бы хотелось попробовать дать вам возможность подумать. заглянуть в некоторую внутрь себя. Я знаю, что первое, о чем я говорю, когда все собираются, это возьмите, пожалуйста, чтобы у вас был стакан воды. Может, мы будем полтора часа сидеть. Да-да-да-да-да. Листочек и ручка или блокнот, айпад, где мы пишем. И просто записывайте по ходу какие-то свои инсайты для того, чтобы мы продвинулись куда-то. Чтобы вот эта встреча оставила о каждом из нас какой-то свой отпечаток. Знаете, было что вспомнить. Так как мы говорили о влиянии бизнеса и личных стратегий вообще на нас, на всех, да, то я как человек, позиционирующий себя, как Роман Дусенко, управление по ценностям, могу сказать такую простую вещь, что любой бизнес – это мечта собственника, упакованная в стратегию, так сказать, кастрированная своими ограничениями. Почему это так? Скорее всего, мы понимаем, что мы вообще живем в мире ограничений, да. Я хочу быть одним, а социум вызывает меня быть другим. Я хочу делать одно, а жизнь заставляет меня другое. И мне кажется, было бы классно начать с простого вопроса самому себе. Я приготовил четыре вопроса, может быть, в конце у нас еще будут. И, походу, пока мы говорим, просто попробуйте их там у себя внутри поразмышлять. А в результате, так или иначе, у нас появится какая-то встроенная система, которая приведет нас к некому такому как бы прототипу, какой-то, наверное, представлению о самом себе в проекции нашей сегодняшней темы. И первый вопрос, о чем чаще всего я думаю? Просто вспоминайте, записывайте, да, а я продолжу с вами говорить. В моей жизни было, если говорить немного о себе, таких три небольших витка жизненных, которые я сейчас нахожусь на третьем этом витке. Знаете, сразу привожу коуч-сессия, клиент, я как коуч, и я чувствую, что, знаете, вот разница между, вот такой российской школой коучинга, которая сейчас появляется, где она говорит, коуч может проявлять себя. И такой западной школой коучинга IFC, где, ISEF, вернее, прошу прощения, где там нужно очень быть аккуратным, очень нежным, держать такую дистанцию между своим мнением и о том, что говорит человек. И вот как-то один руководитель, по сути, пришел с запросом, что же ему делать, и фактически вот он уже, все, мы уже подошли к решению, вот оно решение, вот оно, а он все время увиливает. Я говорю, слушай, и тут, знаете, вот бывают такие провокационные вбросы. Я говорю, слушай, а ты на рыбалке был? Он такой замешивался, говорит, да. Я говорю, помнишь рыбу, которую ты держишь в руке, вот ты вот ее поймал, что она хочет сделать? Он такой выскользнул. Я говорю, так и ты сейчас выскальзываешь решение, вот ты его видишь, ты уже проговорил, но ты выскальзываешь. Поэтому три решения в жизни, три моих витка карьеры. Первое решение – деньги. Мне хотелось зарабатывать деньги, это было студенчество, это была первая компания, зарегистрировала в 92-м году. И однозначно все строилось таким, как бы вокруг денег все явилось. Нам было все равно, чем заниматься, просто деньги. Крах, банкротство, даже трудно себе представить, что тогда кредит, который мы взяли, который уничтожил, у нас был под 180% годовых. Было интересно. И в тот момент, после того, как все закончилось, бизнес, я начал заниматься сам снова, учиться. Тогда я получил второе высшее образование в области финансов. Я получился в Соединенных Штатах, в университете Аляски. И случайно, для того, чтобы дальше мне нужно было куда-то ехать, по-моему, в Японию мне нужна была кредитная карта. А тогда не у каждого она была, и нужно было ее сделать. Я зашел в ближайшее отделение банка и встретил ту самую руководительницу отдела, которая выдавала нам тот самый злосчастный кредит. И, в общем, мы с ней разговаривали, я уже был в Штатах. Я говорю, ну, давай закроем банк, посидим. Я говорю, как банк, это клиент? Я говорю, да что клиенты там? Ну, и вот, в общем, она говорит, я говорю, слушай, так нельзя. Она говорит, а как нужно? Я говорю, вот так, так, так. Она говорит, ну, приходи ко мне, у меня есть должность вам управляющего. И вот на 13 лет я зашел в банковский бизнес. Я был руководителем нескольких российских банков. Я участвовал в крупных слияниях и поглощениях. Это тот Росбанк, который сегодня существует, мы его делали в 2005 году. OTP-банк в 2007 году. И у нас был свой собственный банковский проект. Тогда мы начинали одновременно с Тинькофф-банком. Даже статья по Forbes вышла о том, какие банки появлялись. Вот, мы удачно, так получилось, что я в целом концентрировался на M&A. То есть, сделки по продаже финансовых активов. И, наверное, вот в тот момент, когда я с ней разговаривал, в той переговорной комнате маленького доп. офиса, я принял решение, я хочу быть руководителем банка. И я еще на работу, то не в банк не пришел. Там первые два года я спал с книжкой «Банковское дело» под подушкой. Вот. Но так оно и произошло. Это вот такие решения, которые предопределяют наши стратегии. И третье решение. Я уже учился в бизнес-школе Сколково. И мне захотелось быть просто консультантом. Я просто думаю, о, я хочу быть бизнес-консультантом. И последние 10 лет я как раз этим и занимаюсь. И сегодня я специализируюсь на личных и бизнес-стратегиях компаний. И для меня однозначно, что личная стратегия – это есть прототип или прообраз, или это основа, или фундамент бизнес-стратегии компании. Если это крупная компания, где аборты или много акционеров, то это личная стратегия директора. Если неформализованная компания, где предприниматель является самым собственником, это его личная стратегия. И здесь очень главное найти ее, почувствовать. Как-то перед тем, как я запустил свой проект по консультированию, у меня был еще такой предыдущий проект, небольшой. Я им занимался три года. Это «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Когда я работал в банке, мне было очень интересно исследовать причины, почему одни люди становятся успешными, другими нет. И я провел серию, порядка ста интервью. В Ютьюбе они, кстати, все есть. «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. И вот Олег Туманов, основатель Иви.ру, он мне говорил, «Знаешь, можно всю жизнь идти правильной дорогой, но оказаться в неправильном месте». И мне эта фраза очень сильно запала, и я стараюсь как бы в жизни своей этой миссии следовать, помогая людям все-таки идти правильной дорогой и оказываться в правильном месте. Если виртуально или визуально как-то себя представлять, знаете, ты стоишь в проеме двери, протягиваешь человеку руку, я говорю, слушай, хочешь, пойдем, вот там есть твой другой уровень жизни. Если тебе интересно, я могу тебя туда проводить. Как-то так. Ром, спасибо тебе большое. На самом деле очень вдохновляющие такие слова и мудрые вещи ты говоришь. Пока дам тебе время, чтобы запустить свою демонстрацию, презентацию. И напомню, друзья, что проект StoAdvisors как раз-таки создан для того, чтобы владельцы бизнеса могли найти эксперта в абсолютно любой сфере, начиная от HR и заканчивая привлечением инвестиций. Такие встречи мы проводим регулярно с экспертами, на которых вы можете получить полезные инструменты для личного развития и для развития бизнеса. А сегодня все, кто останутся до конца нашей встречи, мы предоставим скидку в размере 50% на первый час консультации по личной стратегии у Романа Тусенко. Если вы хотите узнать о нашем проекте подробнее, то можете в чате оставить плюсик или какую-то подпись, и обязательно наши менеджеры с вами свяжутся. Ром, вижу, что у тебя все готово. Да, и еще у нас же есть подарки. Конечно. Расскажешь? Нет, давай лучше ты. Какие у нас подарки? Я не в курсе наших подарков всех. Мы же решили сегодня самым нашим активным участникам подарить бесплатную 20-минутную консультацию. Вау. Супер. Тогда есть повод активничать, держать свой мозг, не то чтобы в напряжении, но следить за каждой мыслью, задавать свои вопросы и получить подарки. Спасибо, Ром. Окей, да. Итак, тест-драйв, персональная стратегия. Помните первый вопрос, о чем я чаще всего думаю, да? И второй вопрос перед тем, как мы начнем, пусть он у вас тоже в голове вращается. А что для меня важно? И что бы ни приходило в голову, вот просто старайтесь выписывать. Буквально сегодня мы заезжаем в отель, мне звонит один мой клиент и говорит, слушай, а у нас до этого была, он генеральный директор одного из предприятий, до этого была стратегическая сессия, и мы сделали заход о синхронизации личных стратегий топ-менеджмента со стратегией актива. Он говорит, слушай, ты знаешь, я хотел тебя спросить, у меня так получилось странно. А у меня вообще не было ни работы, ни семьи. Я что-то подумал о том, для меня вообще важно оказалось другим. Я говорю, ну это же классно. Смотри, одна из твоих сторон тебе открылась и показала то, что для тебя действительно важно. Поэтому попробуйте позаписывать, а что для вас в жизни важно, и вот такие кирпичики, видите, вот как на персональной стратегии. Что же такое персональная стратегия, и как я вообще к этому пришел? В тот момент, когда я вышел из Наима, это был 2013 год, мне захотелось вот отдавать, все отдавать, да, а ты выходишь на рынок, тебя знают как корпоративного сотрудника, ты не знаешь, тебя не знает там рынок, условно, стоимость твоя пока отсутствует там или вообще нет. И тогда я понял, что хорошо, что там у нас были деньги от проданного банка, которые позволили мне особо не думать о том, чем кормить семью, но я начал с простого. Я вспомнил, что я проводил десятки, сотни, там закрывали вакансии, интервью. И я понял, что важнейшим аспектом в какой-то момент является позиционирование человека. И я начал тему развивать, понял, что на рынке особо никто на эту тему не говорит. Это не про личный бренд, это вот именно про теорию позиционирования. А кто я? И это был такой, знаете, первый фундамент в построении понятия, построение личной стратегии. А когда мы говорили, ну, собственно говоря, я работал тогда больше в корпоративном секторе, потому что я их всех знал, и у человека, который работает в найме, у него всего, по сути, два состояния. Либо в найме, либо он уволен. И я тогда начал рассказывать о том, что, слушайте, очень важно твое собственное позиционирование. И когда мы говорили о позиционировании, возникал вопрос, а зачем, а куда, а дальше. И тогда я подумал, ух ты, класс. Давайте подумаем о чем-то дальше, большом. Я вспомнил курс по стратегическому менеджменту, который я изучал в университете Аляски. И вспомнил о том, какую мы практику делали в тех активах, в которых я работал. И всегда в сентябре, октябре, коллеги мне утвердят, начинается процесс формирования бюджета. Ну, у нас это, мы можем это называть стратегированием или как-то еще. Но, в общем, когда ты становишься план продаж, план капексов, капексов, план инвестиций, все у тебя складывается, и ты пытаешься слепить, и у тебя некая такая, получается, интересный такой план на будущее. Но в этом смысле для меня в памяти остается мой, один из моих руководителей, Александр Анатольевич Пономаренко. Он сейчас владеет аэропортом Шереметьево, комплексом в том числе. Я помню, когда мы строили стратегию по продаже банка, он мне вызвал, говорит, слушай, в общем, давай, будешь директором по стратегии, Павел Релин, и я хочу, чтобы не думать об этом, вот тебе стратегическая цель на год. Подает мне бумажку. И там на ней написано ROI 25%. Он говорит, все, идите с председателем управления, делайте. То есть, по большому счету, уровень собственников и владельцев, когда у тебя есть корпоративное управление, ты просто отдаешь какое-то свое желание, которое для тебя является важнейшим. И это, они уже дальше все раскручивают стратегию. Ну, а мы уже на уровне топ-менеджмента начали уже придумать, как это делать. Возвращаясь к человеку. Я подумал, ничего себе, если мы все инструменты корпоративных стратегий работают, компании работают, я много-много лет этим занимался, я, а почему бы не попробовать приземлить инструменты корпоративных стратегий в человеку. Понятно, что мне казалось это очень легко, очень просто, я набил определенное количество шишек, наверное, лет через пять я понял, что необходимо подумать о коучинге, о психологии, как это все очень мельчится между собой. Ну, вот на сегодняшний момент это, наверное, версия, сейчас вам скажу, наверное, там четвертая версия моего подхода к персональной стратегии, основанная на персональных ценностях. Мне кажется, она вот сегодня более или менее, она сбалансирована, и в целом ее можно назвать такой сбалансированной персональной стратегии. Если мы дойдем там к финалу, я покажу глубину и, собственно говоря, там некоторые аспекты, которые вообще, из которых она может строиться. Начать бы я хотел с простого, да, со своей миссией. И, мне кажется, самый лучший вопрос сейчас, в том числе и вам, записать, а какая у меня миссия. Не важно, что вы напишите, важно, что просто вы подумаете об этом. Миссия это такая, знаете, некая большая цель, выходящая за рамки своей жизни, да. И на каждом мероприятии, я говорю, слушайте, моя большая миссия это повысить качество управления в России, заменив парадигу управления на страх, не еду. Я посчитал, что мой импакт, то есть взаимодействие с одним руководителем распространяется в целом на компанию. В прошлом году, мне кажется, я там через все свои выступления и общение, наверное, где-то там на миллиона, полтора, два людей повлиял. В общем, посмотрим. Значит, миссия. Дальше, наверное, чтобы было понятно вообще, о чем, что это такое системы персональные, наверное, если ответить простым обывательским языком, это, знаете, в новогодние праздники меня вот мучил тремор такой, я понимался, блин, так, а что я делаю, какой у меня план на год, что мне делать там. И в одну из ночей какого-то вот этого длинного застольно-морозного нового года московского я уже не выдержал, сел к айпаду, нарисовал майнмэп своей карты 2024-го, там какие-то мысли, и мне стало спокойнее. Так вот, наверное, в целом персональная стратегия это ощущение внутреннего спокойствия от того, что время, которое ты проживаешь, не тратится зря. Здесь тоже хочу остановиться на минутку. Мы сегодня ехали сюда с женой, и, знаете, все в жизни не случайно. Вчера с дочкой она мне говорит, вспомнила, что ей сегодня надо было говорить о том, о чем произведение Алой Паруса. И мы начали читать, она благополучно уснула, пока она спала от моего монотонного чтения. Я почитал биографию Александра Грина и понял, что невероятно сложной судьбой человек, и сегодня слушай, говорю, давай послушаем его великий роман «Бегущая по волнам». Мы начали слушать, и он оказался не таким простым, как для автомобильной поездки, но там была очень важная вещь. И там перед длительным... Доктор говорит главному герою, ты знаешь, перед длительным путешествием тебе нужно остановиться. И вот этот момент, что да, можно там бежать в планах, в целях, все остальное как раз, наверное, в конце прошлого года, Ренат будет сейчас надо мной смеяться, я прочел книгу «Жизнь без целей», вот, и как бы вы знаете, в ней тоже определенный смысл. В общем, если у тебя есть персональная стратегия, у тебя нет невроза по поводу того, что ты не знаешь, что тебе делать, как твои поступки связаны между собой, как твои решения взаимодействуют между собой для того, чтобы понимать, куда ты идешь. Вот если по-простому, отвечаем, это так. А если не по-простому, то здесь принципы, наверное, построения, да, то есть персональная стратегия это некая система целей, желаний, ценностей, взаимосвязи между ними, удовольствия от проживаемой жизни для того, чтобы достигнуть состояния полного удовлетворения. То есть, вот это состояние расслабленности от того, что ты знаешь, что тебе делать, оно тебе дает состояние вот этого некого внутреннего кайфа. Как мы ее строим? Знаете, есть несколько подходов, мы пробовали разные, но вот представьте, например, как это выглядит. Вечер. Мы заезжаем в классный загородный отель. Скрипит снег, там гуляем, смотрим на звезды, общаемся, настраиваемся друг на друга, выпиваем по бокалу хорошего красного вина, разговариваем. И в этот момент происходит некое высвобождение вот такого, ну как бы, вот этого, то, о чем мы постоянно думаем. То есть, вот эта сонастройка, которая происходит, она дает возможность расслабиться, увидеть человека. И ты, как специалист взаимодействия с человеком, знаете, такой момент, я сегодня еще думал, как раз вот мы ужинали, вот особенность, когда ты взаимодействуешь с другой личностью, ты видишь некоторые моменты, которые от глаз другого человека, сидящий напротив тебя, скрытый, ты говоришь, слушай, а вот здесь есть еще вот это, и здесь есть вот это, а как тебе с этим? Интересно? Хочешь поисследовать? Давай попробуем. И вот возможность, вот эти работы с белыми пятнами, и весь следующий день с утра просыпаемся, завтракаем, работаем, 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 прогулки, работаем, и вот ты уходишь с некой такой системой, с майндмэпом или со списком, кто как больше привык работать, с пониманием, то есть, как тебе жить завтра, чтобы та цель, которую ты пробросил себе на 10, 15, 25 лет вперед, она образовалась, причем, мы стараемся делать это так с человеком, чтобы не идти из текущего состояния ограниченных ресурсов, а знаете, как я помню, Стив Джобс рассказывал, я превращаюсь в виде птички, прилетаю в будущее, смотрю, как люди там живут, такими гаджетами они там пользуются, как они вообще на речи в машинах они ездят, что они вообще там говорят, и в основе все-таки, конечно, это мечта, и вот такой цифровой детокс первого вечера, а если это, например, происходит на яхте, это тоже может быть такой вариант, или в горах, то есть ситуации разные, ты используешь ситуацию, возможности, где переместить себя в то состояние, когда у тебя нет текучки, когда ты не вовлечен в операционку, когда тебе не нужно думать о простых там базовых вещах, ты просто сконцентрировался, подарил себе эти два дня, и ты работаешь над тем, чтобы знать, что тебе нужно, что тебя ждет, поэтому вот мечта, и мы притягиваем ее через вот это вот осознание, а что бы ты хотел, а как бы тебе хотелось, а что тебе может помочь, а какие ситуации могут произойти. Безусловно, мы смотрим, как бы эта система, она сбалансирована между прошлым, настоящим и будущим, но здесь вот еще очень важный момент, как раз мы говорим, что если мы простраиваем систему относительно простых инструментов, которые используют стратегическое управление, анализ внешней внутренней среды, там свод-анализ, львовичные матрицы, интервью, глубины интервью, то ты понимаешь, что ты это все делаешь для того, чтобы, да, вот там, какая моя миссия, какая моя мечта, и здесь у меня возникает следующий вопрос, который бы я хотел вам задать, чтобы можно было написать, а чем бы я хотел, чтобы меня в этой жизни запомнили, и вот потихонечку из этих ответов, которые у вас сложатся к концу нашей встречи, возможно, у вас появится некое представление, или про образ представления, что бы хотелось делать. Собственно говоря, система строится, профессиональный опыт в управлении, меня как менеджер, используя инструменты, стратегическое планирование, плюс инструменты коучинга и психологии. Дальше. Идем о том, что компоненты, что у нас является компонентом. В первую очередь, это ваш свободный выбор, ну, или выбор свободного человека. Недавно мы разговаривали был такой интересный случай с одним клиентом, он приехал с одним запросом, и весь вечер мы разговаривали об этом, я вот сейчас задумался, переношусь в тот вечер, и он мне демонстрировал всяческий настрой на это, а я понимал, что где-то что-то вот не то, вот у меня оно ни в голове не складывается, какая-то фальш, есть какая-то вещь в этом, что оно не стыкуется. Я долго думал, там, ночь, утро, прихожу, он мне продолжает в этой же ситуации разговаривать, а я говорю, слушай, а мне кажется, ну, у меня эта система не строится, а это вот так, так и так. И если вдруг ты чувствуешь, что это правда, а любой человек точно внутри знает, где у него правда, то давай мы сделаем то, что на самом деле для тебя важно, а не то, что ты хочешь, чтобы казалось важным. И в этот момент такое, знаете, произошло озарение, произошла другая персональная стратегия, совсем другая, которая могла бы быть. И вот еще очень важный момент, я здесь написал, свободный выбор, желание к изменениям. Одна девушка тоже у меня была клиентом, она мне сказала, когда я помогаю, первое, когда меня просят о помощи, когда человек хочет измениться, и когда я хочу помогать. Да, вот интересный такой вопрос, вот желание к изменениям, это наш внутренний такой посыл. Я бы добавил, не только хочешь, но и можешь помогать. Да, да, Ринат, абсолютно точно. Вот я прям, знаешь, взял эту паузу, потому что очень часто, к сожалению, особенно в корпорациях, и меня это больше всего расстраивает, когда проходит стратегическая сессия, ты через месяц звонишь директору, спрашиваешь, ну как там дела, как вот этот план инициатив, там через два месяца, он говорит, слушай, то что-то как-то некогда. И через год мы приходим, занимаемся тем же самым, люди видят, что это не работает, я говорю, слушайте, давайте с другого начнем, давайте попробуем сделать то, что мы уже сделали. понимание, ревизию своих ценностей, да, важный момент, вот что для меня важно, это тот вопрос про ваши ценности, а тут возникает еще один вопрос, Вика, наверное, сейчас улыбнется про себя, кто такой я вообще? Нет последнего времени я, есть роли, которые мы исполняем, и какая-то сильная, прокачанная вас роль притащила сюда, на этот наш, на этот наш онлайн-встречу, а какая-то другая роль, которая хуже всего, попросила эту роль, привести вас сюда, и где-то там вот задача, оценивать этот вебинар, будет не эта роль, которая сидит здесь сейчас, с нами общается, а та другая, которая сейчас требует изменений, вот эта многомерность роли, знаете, сразу хочется вспомнить фильм, персонажа Билли Миллигана, наверное, каждый из вас, наверное, знаком, если вдруг не знаком, а я, честно говоря, года два назад не знал о существовании этого персонажа, до тех пор, пока я в Санкт-Петербурге, будучи в командировке, не сходил на спектакль, это был такой один из модных спектаклей, который посоветовал мне моя супруга, чтобы я посетил, четыре часа, и мне тогда, ну, как бы о его ролях, о внутренних личностях, которые жили в нем, мы, по сути, мало чем отличаемся, и я, так сказать, тренирую свой глаз, постоянно анализирую, а человек сейчас со мной, это кто, какая из его ролей, ведь если так подумать, что и мы проводили эксперименты, пульс меняется при переходе одного ролика в другой, интонации голоса меняются, выражение лица, энергия, сексуальность меняется, все происходит по мне, в зависимости от того, какая роль у вас происходит сейчас, и это тоже момент, который мы глубоко копаем, если это нужно для наших целей в персональной стратегии, и тут мы подходим, вот как раз, если интересно, можете попробовать в процессе нашей версии сейчас набросать хотя бы с десяток своих ролей, которые приходят первые на ум в голову, и мы говорим о том, что вот ревизия ценностей и убеждений, здесь, наверное, стоит немного, чуть поподробнее остановиться, почему, потому что каждый из нас с вами живет в определенном контексте, контексте восприятия текущей реальности, мы все уникальны, мы все разные, мы созданы в разных условиях, там, наше детство прошло в разных семьях, культура наших семей, мы общались в разных контекстах, и все это нашей встречи с реальностью, убеждения, которые формировались, ценности, которые нам прививали, ценности, которые я сам в себя заложил, они, знаете, таким образом вот создают определенные мазки на очках реальности нашей жизни, и когда ты через них смотришь, реальность как таковая перестает существовать, потому что она является твоим восприятием, и очень важно научиться посмотреть на себя вот этот контекст, осознать, а через какой контекст, собственно, я смотрю на эту реальность, через какой контекст я вижу других людей, вижу свои цели, и хочу туда идти, а для этого очень важны вот эти вот моменты представлений, и, конечно же, мы говорим о ценностях, персональные ценности, как базовая, структурная, психологическая составляющая личности, по сути, ценности определяют наши поступки, можно, знаете, сказать такую простую фразу, все, что у тебя есть сейчас, это твои ценности, все, чего у тебя нет, это тоже твои ценности, и работа с ценностями в процессе общения, разговора, формирования, это работа, которую мы проводим регулярно, и она обновляется, то есть это очень важный момент понимания, вот где ты хочешь быть, ну и дальше в процессе, вот как бы мы это все делаем, еще важный момент, я сейчас чуть-чуть подробнее там дальше остановлюсь, это некая, знаете, линия вероятностных событий, самым простым примером, наверное, служит календарь, который мы сделали в первые дни Нового года, мы решили подумать, а как, как мы проведем этот год, давай подумаем, и жена говорит, слушай, а давай сделаем очень простые вещи, давай наклеим 12 листов на такую доску из пробки, нарисуем наши месяца и точно запишем, что мы там уже знаем, что произойдет, я ее называю это, знаете, когда проводишь форсайт в компании, так, что мы точно знаем, и вот, например, там каникулы детей, день рождения, Новый год, который состоится через год, там, ладно, а какие, вот если про компанию, какие тренды, вероятность каких трендов вот может состояться, да, а здесь мы можем говорить так, а что бы мы хотели, какие у нас есть ресурсы, а насколько это сочетается с нашей целью, вот примерно так оно прорисовывается, вот этот план на год, вот мы с Ренатом уже несколько лет работаем вместе, его как раз вот эти вот планы на год, они так быстро реализовываются, что иногда мы не успеваем за ними, вот, ну и конечно… А у меня вопрос такой, может быть, раньше времени, ты говорил про стратсессии, когда там дальше ничего не происходит, мне здесь кажется, что очень важно еще поменять обстановку, да, с офисной, с привычной обстановки на какую-то другую, да, мы часто это делаем, либо куда-то выезжаем вместе, очень часто на яхтах, на наших регатах происходят вот такие очень трансформационные вещи, да, не просто так мы полюбили этот формат мероприятий и занимаемся им. Можешь немножечко раскрыть, как это работает, почему важно сменить обстановку? Ой, слушай, это вот вообще, спасибо тебе за этот вопрос, мы с вами прорабатываем сейчас вместе совместный проект, вот если у нас все срастется, это 100 капитанов, 100 и 2, где стратегическая сессия на яхте, но вот я поделюсь своими, у меня есть три формата, это стратегическая сессия на яхте, индивидуальная стратегическая сессия, где мы выезжаем просто за город, без мобильных телефонов, без связи там с родным, это режим здоровья, и еще один вариант, это на море, где мы просто прилетаем на море, и вот прогулки, вот этот шум, вот эта вот стихия, которая тебя заряжает, что происходит? Ты вырываешься из привычного контекста, свежий воздух, смена обстановки, необычная, и вот эта вот, вот эта как бы зашоренность наша, некая, она снимается за счет того, что ты открываешься процессу, ты приехал, чтобы подарить, сделать подарок себе, вот как раз этот слайд, индивидуальный подход, да, потому что мы кастомизируем его под каждого клиента, учитывая сильные, уникальные стороны каждого человека, жизненного, и вот, например, представь, что ты приезжаешь там на яхту, например, да, это 24 часа плечом к плечу, это море, это какая-то совместная работа, это утренняя сессия, это вот вброс вот этих энергий, ты общаешься, это ты, независимо от того, кто ты на земле, там есть капитан, и ты должен уметь подчиняться, ты должен быть в элементе команды, да, вечером, и причем, если мы говорим о том, что мы можем попасть и в шторм, там, и в сильный ветер, это если у нас там в 6 часов мы вышли с работы, там все закончилось, а здесь это совсем другое, это вот состояние других стихий, то же самое, когда мы выезжаем куда-то в загородный отель, ты понимаешь, что там воздух, снег, природа, лето, там, не знаю, любое время годы, и ты сконцентрирован на том, что незаметно для себя, у меня даже был случай, сейчас расскажу прекрасно, один из моих клиентов в молодости был, сейчас, как это называется, фехтование, занимался фехтованием, а очень важно помочь человеку вот в этот момент, вот когда все начинается с цели полагания, с мечты, да, все вот эти разговоры про ценности, если нет мечты, если нет вот этой цели, если не схлопнулось где-то, не щелкнуло, к чему идти, оно не полетит, и вот наша задача, вот моя задача в течение вот этих вот моментов вытащить вот эту вот мечту, и в общем, он был фехтовальщиком, он мне рассказывал вот в первый вечер о том, что фехтование, это там есть, когда ты встаешь в стойку, ты там делаешь такой определенный прыжок, и ты нацелен, сконцентрирован на победу, и ты вот понимаешь, что ты сейчас должен вот это действие, и мы с ним идем, 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 Дима, говорю, а ну-ка встань в стойку, что ты видишь? И я у него, оно сработало как-то механистически, он так подпрыгнул, встал в стойку, он говорит, я понял, да, и вот интересные такие моменты, ну, невозможно это в офисном пространстве, конечно, сделать. Да, согласна с тобой. Спасибо большое. Ром, если позволишь, у меня еще к Ренату есть вопрос такой. Ренат очень давно, очень классно работает с составлением вижена, ты прекрасно умеешь ставить цели, уже много лет это делаешь, а вот в какой момент твоей жизни ты принял решение о том, что в этот раз ты делаешь это не самостоятельно, а тебе нужен кто-то, чтобы помочь. Да, действительно, ты права, я это много лет уже практикую. Первый раз я это сделал, наверное, больше 15 лет назад, и это была стратегия на 5 лет. И помогал мне в этом профессионал. Случайно получилось, я попал на один из тренингов, после чего мне это делали, в том, что вела тренинг предложила провести с ней один день и составить такую стратегию. Я так и сделал. И я знаю, что я убедился в том, что этот инструмент работает, когда через года три выяснилось, что процент всех задач, всех целей на пятилетний срок уже выполнены, а остальные две потеряли свою актуальность. и я в этот момент подумал, что хорошо бы это делать время от времени, но, как обычно, забыл, отложил на потом и тонул в текучке. Все так, как рассказывал Роман. И потом познакомились с Романом спустя 15 лет. Это произошло случайно. В доме у одного нашего общего друга, Олега Лещука, мы пили вино, тогда я пил еще вино, ели мясо, жарили и разговаривали то, чем занимаются. И обратно Роман предложил меня подвезти. И мы, что называется, зацепились языками. И он предложил мне, слушай, а вот мы можем с тобой поработать, поставить стратегическую сессию. И я подумал, я подумал, что, да, было бы неплохо обратиться к помощи профессионала. Представьте, совсем незнакомый мне на тот момент человек предлагает свою помощь в этом вопросе. Я доверился своей интуиции. И мы договорились, довольно быстро, о времени встречи. То есть, отвечая на этот вопрос, я знаю, что такое работать на стратегии самостоятельно, и что такое работать с профессионалами в этой области. Я знаю разницу в этих вопросах. Поэтому, а этот момент еще был для меня очень важный, конец 22-го года, когда я предвкушал большие-большие перемены в своей жизни. Они у меня уже начались к этому времени. Только что закончил экранную практику, на маншу. У меня изменился семейный статус, начал меняться. У меня назрело желание уходить из сколково. У меня трудно было его обвинять, поскольку я в этом времени 9-й, сейчас уже 10 лет отработал там, ну, в 23-м году 10 лет. И много-много других перемен, много чего меня в этой жизни не устраивало. от физической формы и внешнего вида до отсутствия баланса в жизни, отсутствия возможности посвящать достаточное время развитию. Материальное положение меня тоже не устраивало, поэтому предложение романа пришлось, что называется «в кассу». А вот точку Б ты сразу понимал или тут тебе Рома помог как-то более ясно ее осмыслить? Я нет, я не понимал, Юрий, у меня были только очертания, какие-то этой точки были, даже пожелания, но мы все прекрасно знаем, что от желаний до реализации есть целая пропасть зачастую, и только действия приносят результат, чтобы действия начали в результате, надо сделать выбор, выбор из множества альтернатив, и вот собственно с этой точкой Б, с этим выбором и с перечнем конкретных действий, приводящих к результату, мне и помог Роман. Спасибо, Роман. как это было, или рассказать про результат, или ты потом мне дашь слово, или как? Можешь рассказать, что тебе дало энергию для воплощения? Смотрите, что мне дало энергию? Эту энергию мне дало можно двигаться из боли в любую сторону, можно двигаться из страха, а можно двигаться из мечты. Это сейчас я научился двигаться из мечты, а на тот момент я двигался скорее из боли. Еще может двигаться из эго, кстати, да. На тот момент я двигался из боли, я уже сказал, что меня все не устраивало. И вот когда, не знаю, ты сидишь, у тебя нога затекла, тебе это не устраивает. Надо поменять положение, надо предпринять какое-то действие, для этого надо сделать выбор, какую-то другую позу принять. Это вот самый простой пример. то же самое и здесь. Я понял, что для того, чтобы избавиться от боли, надо что-то менять. И это было моей мотивацией на тот момент. Сегодня у меня мотивации другие совсем. Спасибо, Ринат, большое. Я, кстати, вижу, что к нам очень много новых людей присоединилось, поэтому хочу напомнить, что те, кто останется у нас до конца этого экспертного борда, смогут получить 50% скидку на первый час консультации по личной стратегии у Романа Дусенко. А если вы захотите поподробнее узнать о проекте StoAdvisor, то ставим плюсик в чат или пишем свой комментарий, наши менеджеры свяжутся. У нас регулярно проходят такие встречи экспертные, поэтому вас приглашаем на них. Как вы смотрите на то, Рома, Ринат, если мы перейдем к формату интервью, где Ринат задает вопросы? Да, тогда, Ринат, давай так и сделаем. А можно мне задать вопрос первый мимо нашего сценария? Ты знаешь, я хотел тебе задать вопрос. Давай. Я много лет уже, можно сказать, с тобой знаком. Каждый раз я вижу, что твой взгляд, твое ощущение, оно меняется. и каждый раз я встречаю нового абсолютно Рината. Вот как тебе это удается? Мне тоже это интересно, кстати. Ну, постоянное развитие является одной из моих ценностей, когда одна из трех базовых ценностей. Наряду со свободой и с уважением. Когда нарушаются эти ценности, я чувствую себя отвратительно. вот у меня был в жизни период до встречи с тобой, незадолго до встречи с тобой, когда я отказывал себе в развитии, выбирал по разным причинам, объясняя себе, почему не развиваться. Вот, и чувствовал себя в этот момент отвратительным. Не развиваться в физической форме, не развиваться в материальном отношении, не развиваться в личностном росте, в личностном развитии какой-то не развиваться в плане отношений с людскими нервами. И сегодня, когда я в том числе с твоей, но не только с твоей, еще открыл для себя некоторые инструменты, рецепты, как мне развиваться, это не может не давать свой результат. Тем более, что я хочу к этому разговор подвести. Когда ты знаешь куда именно, как именно тебе надо развиваться, все дальше происходит как будто бы само собой. Ты знаешь об этом. И здесь какие-то магические законы начинают работать, которые неизбежно приводят тебя к изменениям. Надо только себе разрешить это делать. Я хочу, прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу все-таки рассказать, потому что мы все говорим, на примере Рената, на примере Рената. Собственно, в чем пример-то был. Ренат, только можем попросить тебя погромче, потому что у тебя есть там фоновый звук, и не очень хорошо слышно. Да, хорошо. Я, к сожалению, попал в кафе, в ресторан. Нет, не получится. Аня протягивает свои наушники. Вот, ладно, попробую погромче. Итак, чего я хотел на 23-й год, загадывая себе новогоднее журнание вместе с Романом на 22-й год. Я хотел, вот если в части физической, я хотел там сбросить километр. В итоге получилось 20. Я хотел быть способным проплыть три километра. Ну, три, не три, но на два и проплыть. Теперь готов быть к босфору, предплывание босфору. Задача была покорить босфору. Я покорил ее бабушке. Не покорил его нельзя помогать им совершить восхождение. Вот, была задача потратить 100 часов на изучение английского. Это было чудо. Я целую неделю провел в языковом лагере, хотя этого не было изначально в моей плане до встречи с Романом. Я, была задача заработать в два раза больше денег в 23-м и в 22-м. И я в 2,2-десятых раза больше забывал денег. Больше, чем x2 совершил. И в этом году еще больше. Была задача продать один из своих активов. И в прошлом году мы зашли в эту сделку. И в марте этого года она завершится. Это технопарк фабрика. Это дает мне, освобождает меня от времени, дает мне довольно большой финансовый простор на новых инвестиций, которые я расширяю прямо сейчас. была задача что-то сделать с моей работой в Сколковом. В апусте прошлого года я покинул этот проект в конце апусте с 1 сентября. Задачи выполнены не все, но большая часть здесь много чего. В ходу года оказалась выполнена и перевыполнена. Включая спортивные цели, победу в Яптинбе у нас были первые места в прошлом году. Все мои проекты, включая 100 капитанов, показали классный рост. 100 капитанов было бы республиковать. Так и было задумано полтора года назад. Изменился мой семейный статус. Это тоже было не в планах, но я пред... пред... ну, в общем, предчувствовал себя, что это такое. Ну, и также были планы связаны с детьми, планы связаны с развитием социального компании. Все это тоже рослось. Буквально 3-4 строчки списков 20 позиций не срослись, и они либо перенесены на следующий год, либо просто потеряли свою племенность. Вот как это было для меня. Как работали с точки зрения технологии, но вот Роман рассказал, мы определили точку B, мы определили те параметры, те критерии, при которых я был счастлив, мы определили где я нахожу сейчас, в чем моя миссия действительно, определили по каждому из треков физическое здоровье, развитие финансов, развитие социального здоровья и то, что я называю ментальным здоровьем, четкие действия, которые необходимо предпринять. и честно говоря, тот самый параметры адвайзер, который мы обсуждали, он уже прозвучал тогда в каком-то виде на той садеевической сессии, которую мы проводили соответственно полтора года назад, вернее год с небольшим полным годом. И когда я к сентябрю все эти достижения выполнил, увидел, что они в конце года будут выполнены автоматически без моего участия, если говорить допустим в моем бизнесе, то мы уже в октябре сделали новую процессию, и с октября прошлого года я очень живу в продукте в четверг, реализовывая новый стратегический план, примерно раза в четыре более глубокий, чем тот поверхностный, теперь уже применяют план 22-го года на год 23. Вот такие дела. Мне кажется, очень насыщенно получилось. Слушай, Ринат, скажи, пожалуйста, вот помнишь последний раз, один из тех разов, когда мы разговаривали с тобой недавно и рассказывал вот этот вижен свой, вот эту миссию, когда ты вот это внутреннее ощущение, что ты смотришь на построенный тобой город, когда ты наблюдаешь это все, откуда оно взялось, как оно у тебя родилось в такую уже оформленную стратегию, мне очень интересно, как-то не было возможности спросить. Ты знаешь, она меняется до сих пор, она растет и развивается, последний объект я сделал во время своего месячного путешествия я на Бали, и сегодня она еще раз в полтора наверное стала больше. Это вот стратегия города, стратегия будущего проекта, которыми я хочу заниматься лет 15 в ближайшие и которые точно находятся пределы заниматься активными заниматься Вот. Ты еще не знаешь всех моих инсайтов за это время, я съездил на Випассу, и тут прикрыз страниц А4 мелким шрифтом открытия. Это тоже вопрос о том это как мне удается и это начало приходить ко мне видение этого проекта на программе практику но с тех пор очень много трансформации проекта претерпевал с каждым днем становится все богаче и позначе я не шучу с каждым днем действительно с каждым днем происходят какие-то события которые меня приближают к этому дню я еще знаешь я понял что все чем я занимаюсь своей жизнью это около 10 проектов на самом деле части одного большого проекта я понял как в этом проекте совмещаются венчеры управления инфраструктурой комьюнити менеджмент стоп капитанов стоп адвайзерс и что это все один большой такой назовем его акселератор в том числе как должны поселки по всему миру марины флот и так далее но об этом наверное тема отдельного зума сделать вот а я еще сказал что я еще не сказал что одним из результатов то есть процессии первой нашей с тобой стали мои новые привычки я с тех пор сначала было меньше три сегодня у меня 8 неделя сегодня у меня все показатели биохимии крови гормоны либиды холестерина все делали хриференс значение и так уже год можно лететь на мальс завтра я практически перестал выпивать чем раньше пожалуй злоупотреблял но у меня все хорошо что в части отношений в части отношений в личной жизни довольно яркие у меня был на прошлый год и самое касается отношений с детьми так что вот такое у меня такое дополнение Ром а кажется у тебя там еще осталась ценная информация в презентации а сколько тебе еще нужно времени отлично давай значит коллеги мои вот но помимо всей эмпирики там знаете вот этого а что ты чувствуешь как ты выглядишь как у тебя все хорошо есть система да и мы все равно так или иначе как бы не привязываемся знаете есть каркас вокруг который ты крутишься в чем смысл основа жизни человека мое глубокое убеждение это баланс не всегда нам его удается ну как бы осознать то его не всегда удается ты всегда переключаешься берешь откуда-то занимаешь энергию там или время или что-то еще но все же вот 8 основных элементов системы вокруг которой мы строим персональную стратегию смотрите если пробежаться по черным квадратикам миссия видения миссия цель моя большая мечта видение визуализация представление как я себе там ощущаю какой я там вот цели это когда мы вот как знаете я говорю вот смотрите стратегия это небольшой диалог о том куда я хочу пойти стратегическая цель это мечта упакованная отсмортированная да а цели это уже такие какие-то такие кочки в болоте да такие на что твердое что-то на что ты можешь стать роли это твои грани человека которыми ты этот мир свой презентуешь себя своему миру и другим людям ключевые факторы успеха это сильные стороны то на чем ты строишь свой успех мы смотрим немного в прошлое анализируем ты себя лучше всего знаешь поэтому вот разговоры о твоих ключевых факторах успеха это все очень важно потом мы все-таки пытаемся увязаться в показателя а чем будем измерять дальше целевые значения чем отличаются цели целевых значений если мы цель это такая большого параметра там вещь какая-то глобальная да например я хочу здоровый образ жизни то целевые значения мы ставим так вес давление пульс там все остальное примерно понятно да и конечно же план да действия ту-ду а что мне нужно делать но вы мне спросите роман а вот тут еще как бы паутин очень много и это да и наверное все из вас знакомы системой баланс корр нортон и каплана благодаря которой в корпоративном сегменте появилось понятие ключевые показатели эффективности тогда эта система в начале 90 в середине двухтысячных годов была очень популярна она мне отчасти нравится своим балансом но что о чем я хочу сказать нельзя можно все можно в целом персональной стратегии можно все знаете как в любви и в мечтах нет ничего невозможного но опять же если мы говорим о сухих каких-то системных вещах на что нам дает каркас я предпочитаю задавать цели и форматы в четырех плоскостях в целом это очень похоже на позитивную психотерапию где они делят все события жизни на четыре плоскости то есть это духовность это здоровье это общение и работа то есть любое действие любой субъект или сущность возникающая в процессе относится к этим четырем я чуть-чуть по-другому посмотрел на это и предлагаю матрицу которая может быть видоизменена в целом если вдруг есть более четкая фокусировка фокусировка в области активов или финансовой устойчивости личности или семьи потребители это внутренние клиенты будучи семья отношения друзья работа в том числе внутренний процесс это здоровье в том числе коммуникации это все связи с внешним миром о том как ты существуешь и развитие обучения знания навыки сюда отчасти входит понятие духовности или размышления о неком вечном и вот в целом если вот как бы это изнанка слово такое популярное сейчас вот изнанка системы персональной стратегии если бы ее назвать чуть-чуть вам ее сейчас раскрою чуть ближе вот в другую сторону вот посмотрите если мы возьмем один из этих элементов например миссию и мы ее посмотрим например в финансах цели показатели значений действия что я хочу с точки зрения как моя миссия сбалансирована то есть между тем какие я хочу деньги с моей семьей с моим здоровьем с моими процессами и обучением развитием как это все сбалансировать увязать чтобы это было устойчиво и вот вот эта возможность устойчивости формирует и в целом система и вот так примерно или чуть-чуть в другом смысле я вот почему-то мне в голову не пришло а это естественно должно было быть показать вам условно например свою персональную стратегию там вот она мне тут сейчас пытаюсь одну секунду остановлю демонстрацию ну и уберу размыть мой фон вот просто покажу в экран вот где-то вот примерно оно вот так там множество я потом я прошу прощения что я не вставил слайда но оно очень там все расшивается в разные структуры там и пиар стратегия и профессиональная стратегия и вплоть до путешествий вот там счастье моих близких там мой лайфстайл там мысли о творчестве там например там и так далее и так далее все Рома ты сможешь эту структуру расшарить или это закрытый инструмент почему я вот эту маленькую презентацию тебе пришлю ее можно отдать всем это вообще не проблема знаешь я часто очень спрашиваю там а вы наверное какими-то секретными знаниями да нет пожалуйста вот берите делайте спасибо Рома да вот я вижу в чате спрашивают запись презентацию по максимуму все постараемся насколько у нас сейчас возможности технические если ничего не случится то да постараемся конечно было бы классно повзаимодействовать с вами включайте камеры давайте поговорим вот у нас есть еще 30 минут активной беседы мы можем даже вот если хотите сделать демосессию на всех если есть смелый кто-то ух ты мне кажется такие могут найстись не по сценарию конечно уже но это интересное предложение есть такие смелые давайте давайте может быть покажем да 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 если это сессия я готова у меня еще кстати здесь есть вопросы Рома позвольте тоже задам они интересно да с какими запросами к тебе обычно приходят всегда ли это люди предприниматели или это может быть кто-то из знаема кто это там мужчины женщины с кем ты точно вот не работаешь и ну вот кто они да кто кто к тебе приходит спасибо тебе большое за этот вопрос ты знаешь я приходят все то есть просто люди да я для меня любой человек представляет невероятную ценность мало того последнее время я практикую когда приходит один кто-то из компании и в компании что-то не так мы делаем сессию семейную когда супруга и муж или там муж и жена там или там пара и мы говорим о бизнесе мы говорим а почему что-то не получается почему где там какой-то вот есть такой момент мы вот главный мой месседж который бы я хотел послать нам всем что мы систем мир это система мы живем в системе взаимоотношений каждый влияет на каждого и система влияет на нас любые вопросы любые задачи непрорешаемые я конечно не являюсь специалистом во всех отраслях да хоть я и психолог я не являюсь профессионалом там в каких-то глубоких вопросах я говорю ребята идите пожалуйста к психологу возвращайтесь продолжим дальше да или еще какие-то вопросы но самый простой пример я проводил стратегическую сессию в одной крупной финансовой компании топ 5 российских финансовых компаний заказчик вице-президент у него были замы один из замов тогда был очень ярким на этой сессии он прямо притягивал внимание все на себя обратная связь моя была слушай вот он такой яркий мне кажется ему не хватает вот этого твоего внимания и если ты этому внимание не дашь он сдуется или попытается стать неформальным лидером ты должен понимать стратегия управления стратегия персональная в том числе если ты руководитель для тебя очень важный аспект стратегия твоей команды без этого вообще никуда не летит январь этого года прошло два года смс ватсапе роман привет это я ты не мог бы со мной немного поработать у меня есть запрос конечно никаких вопросов и я слышу монолог почему я спросил о чем ты чаще всего думаешь человек настолько много вложил туда энергии силы вот в эти мысли выдавал 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 и остановился выдохнул тембр снизился энергия пошла более спокойно он успокоился что мне делать я говорю уходи вот казалось бы да вот это тоже стратегия решение найдено решение найдено он говорит и как только он и знаешь вот здесь этот самый момент но а как же он я говорю так подожди это жизнь чья твоя или его ему предоставил право определять твою жизнь и меня спросил что делать я тебе ответил дальше ты выбирай сам у нас главный принцип это свобода выбора спасибо тут еще у Юли ой у Вики у Вики есть вопрос Вик включи микрофон да добрый вечер всем Роман спасибо за интересную презентацию вот вы упомянули о том что есть разница в коучинговом подходе отечественном и западном да у меня вопрос такой же только про построение персональной стратегии потому что если например почитать там книжку Кристенсен очень известную про стратегию жизни прекрасная книга прекрасная или посмотреть на подход который разработали в Стэнфорд Life Design Lab да они транслируют такие установки типа любопытство переосмысление радикальное сотрудничество и так далее а на русскоговорящем пространстве у нас сейчас наверное самая популярная книжка Кравцова и там посылы совсем другие места под солнцем всех всем не хватит все решают связи в вашем окружении обязательно должен быть знакомый миллиардер ну в общем сильно отличается вот что вы думаете про национальные особенности построения личных стратегий прям сейчас вот 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 прекрасно спасибо вопрос значит в 2016 году в 2017 году я пришел в ВТБ24 к Надье Черкасовой она попросила меня сделать для нее отдельный проект прямо про ценности зайдя в кабинет одного вице-президента я увидел зеленую книжку Александра Кравцова твой следующий уровень я думаю о класс вот этот думаю там огонь прочитал и понял что собственно говоря много слов много интересной версии но применимости к обычной реальной жизни условно говоря там не столичного входящего в топ 5 20 человека который зарабатывает там 500 плюс неприемлемо я вышла новая книга я удивился вот она мне кстати не поверите вот здесь вот открыта персональная стратегия да я прямо знаете как с языка снято то есть я ее просмотрел весь мой подход как бы подходы изложены и почему разница есть я долго работаю с банком ВТБ и последний мой тренинг который я весь в течение всего прошлого года вел это называется саморазрушительное лидерство не поверите это прямо дословный перевод новейшей теории управления и лидерства в команде компании Корнфери топовой мировой системы я к сожалению не знаком я вот себе записал посмотреть на Stanford Design Lab не видел не могу ничего сказать но бывают такие моменты что иногда западные теории действительно реальны и они ложатся на наш ценный снаряд но иногда нет у меня был недавно конфликт значит я общаюсь с одним уважаемым мне человеком и мы говорим как раз о культуре ценности она говорит слышишь ты забыл ты в какой стране вообще живешь у нас капитализм закончился ты вообще скрепы российского государства читал принятые в прошлом году как на уровне указа президента я так дочитал конечно назови мне три главные скрепы российского государства духовность кооперация подождите совру в общем короче еще что-то про наш коллективный разум где там я где там частное собственное где там что-то для себя нету так вот если ты работаешь в системе а государство это система и ты хочешь быть успешным в этой системе ты должен думать о том какие ценности сегодня то есть как мы говорили слово и Григорь звучало сегодня мощно как-то присоединиться к тому что работает Вик наверное что-то работает из западного подхода мы все свот-анализ это Boston Consulting Group придумали когда-то слово strategy как бы оно не наше книги которые мы рекомендуем Клейтон Кристенсен стратегия жизни базовая книжка которую я всем отдаю там стратегия войны Клаузевица вторая книга про стратегию которую мы макеодели государь все это не наше но вот сказать что у нас тоже ничего нет наверное нет мы все-таки как бы про другое но вот я к сожалению вынужден констатировать то что нету какой-то единого понятия хотя я знаю эту книгу русский стиль управления я сталкиваюсь с тем что руководитель владелец или директор компании определяет стратегию ценности и миссию этой компании если что-то идет не по его извините за выражение нахер ты там никто если ты не соответствуешь ценностям первого лица а зачастую первое лицо сам не знает что он хочет и вот эти метания биполярность владельца недавно опять же прошу прощения что зурпировал звонит один владелец крупного завода ну что вы там чему ты там меня можешь научить у меня все вот так я говорю слушай проблема в тебе начнем с этого как только ты с собой договоришься у тебя проблема там исчезла положил трубку через час передзвонит ну давай поговори пришло я считаю что надо брать все самое лучшее что заходит пытаться пристраивать если как это имплант не прижился удалять спасибо спасибо тут еще в чате у нас есть замечательный просто вопрос от Евгения добрый вечер Роман имеет ли смысл разрабатывать личную стратегию когда находишься в кризисе в ситуации неопределенности да безусловно это вопрос на который я начал отвечать да это тот самый момент когда и нужно заниматься тот самый момент когда все хорошо не надо делать личную стратегию шучу надо все равно знаешь Ренат мне нравятся клиенты у которых все хорошо и они хотят чтобы у них было лучше с ними легко они на позитиве у них все классно там как бы а когда кризис и неопределенность мы конечно же ну первая задача сбалансироваться да остановиться посмотреть где кризис как-то эту дырку залатать какой-то пластырь хотя бы наложить там чтобы кровь перестала течь а если этот кризис зависит не от человека тем более тем более но смотри здесь мы переходим о осознанности выбора да вот мы сегодня опять же с женой она для меня самым лучшим коучем является едем она говорит слушай ты же всем говоришь ну не хочешь так жить поменяй это же выбор да я всегда говорю там работаю там с кем-то слушайте ребят как говорил великий Павел Куэлли в книге алхимик человек каждую секунду может поменять свою жизнь иди напиши заявление об увольнении в чем проблема тебе не нравится компания в которой ты работаешь да я считаю что но эта стратегия будет другая стратегия кризиса и стратегия вы знаете как дефицитарные стратегии и стратегии изобилия они разные в дефицитарных стратегиях мы пытаемся сделать так чтобы сбалансировать текущую позицию слава богу например если это не какая-то серьезная болезнь или не какой-то финансовый кризис хотя из всех ситуаций можно постараться найти выход но задача закрыть кровотечение какое бы оно ни было успокоиться взглянуть посмотреть оглянуться вокруг выдохнуть остановиться и попробовать что-то делать я если можно буквально там я не узурпирую еще время у меня просто есть хотелось бы Ринату еще дать возможность потом мы Ринату просто отпустим у меня у меня просто уже час пятнадцать идет день рождения клуба географии на Покровке и мне пора бежать туда давайте отдадим доклад нет я же не пью больше но вы можете задать мне вопрос и отпустить меня а Роман пускай отбывается да если вопросы к Ринату можно поднять руку все эти вопросы которые к Роману мы их чуть позже озвучим и обязательно ответим нет вопросов Ринату ура Ринат если вдруг будут вопросы к тебе мы их обязательно переадресуем и значит в каком-то другом виде получим ответы если участников будут хорошо и показалось что ты сама подключился он хочет что-то сказать или я ошибаюсь все знают все знают мои контакты каждый может мне написать я лично расскажу у Ивана у Ивана у Ивана есть вопрос Иван включай звук Роман Ринат привет у меня Ринат вопрос ты рассказывал что порядка 15 лет назад начал задумываться о том как выстраивать свою личную стратегию ну то есть выйти из лабиринта там своих личных задач проект приоритетов и как раз столкнулся ну случайно по встрече с Романом у вас там прошла цель коучинг сессия а как ты дальше начал выстраивать стратегию только с Романом либо уже дальше искал других менторов или после первой встречи с Романом ты сразу определил эту стратегию персональную начал ей действовать и она каждый год собственно менялась обновлялась то есть эволюция как происходит да я понял 15 лет назад я это попробовал не с Романом мы с Романом знакомы всего меньше двух лет хотя прошли уже две годовые стратегии я попробовал с другим профессионалом другим специалистом и тогда убедился в работоспособности этого инструмента с Романом ну в принципе те кто меня знает они знают что я сам по себе неплохой стратег я визионер у меня классно получается делать вижн для компаний своих чужих я сам умею проводить стратегические сессии для своих бизнесов и опять же по приглашению кого-то обожаю это делать вот я там тоже учился на MBA я тоже знаю все эти сфотоанализы и прочее волшебные слова я имею опыт составления личных и корпоративных миссий у меня там есть к ним в некоторых случаях скептицизм я знаю когда это работает когда не работает то есть я в целом в этом-то вопросе довольно прокачан я думаю я думаю что с романом мы осознали это не скелет в общем мы осознали маршрут или даже четыре маршрута по разным трекам моей жизни которых обменял роман совместимых между собой проверили их на совместимость и обозначили ключевые точки и финальную точку куда хочется прийти через год а потом конечно же она потом я и еще столько же примерно если в символах текста я дописал но уже без романа основываясь на моих собственных навыках и представлениях потом в течение года я к ней регулярно возвращался и дополнял что поразительно многие контрольные события произошли существенно раньше тех дат в которые должно было случиться он на какой-то ящик с сокровищами открылся и эти сокровища начали вываливаться на меня один за другим то есть отвечая на вопрос да я к ней возвращался нет без помощи каких-то внешних дополнительных менторов коучей хватало собственной экспертизы но когда встал вопрос о составлении новой стратегии я снова обратился к роману и у меня уже был запрос сделать ее еще глубже еще мощнее так и получилось спасибо большое спасибо тут есть еще о самат присоединился если вопросы я вот хотел да мы когда говорили о том что какая миссия да у каждого нас мы же друг друга давно знаем и общаемся и на регатах вместе встречаемся и каждый друг друг уже как-то прочувствовал вот если говорить о миссии и предназначении я вот ну на протяжении почти 60 лет больше отдаю делаю добро отдаю и часто получаю взамен тоже добро но вот в части каких-то финансовых стратегий у меня очень часто бывают ошибки то есть людям которым я доверяю всецело в конце концов не оправдывают моего доверия ну и потом вот хотел бы этот вопрос как-то ну при встрече не знаю там с Ренатом с Романом ну как-то по обсудить и понять где я делаю ошибки самая такая будет потому что Роман приготовил подарок для слушателей помимо того что будет 50% скидка для всех кто на этом экспертном борде на первый час консультации еще у Рома есть подарок бесплатная 20-минутная консультация я думаю как раз таки ты сможешь более детально проработать свой вопрос как тебе такой вариант супер спасибо тебе большое ну я точно до конца потому что очень интересно вот то что Ренат поставил какие-то задачи цели да и у меня тоже они поставлены ну я наверное не на 100% не на 70% но где-то на 30% может быть их исполняю но опять же ввиду наверное того что неправильно выстраиваю свой график жизни или там график дня ну было бы интересно конечно пообщаться Ренат супер что ты не выпиваешь конечно это небольшой минус хотя бы просек или как-то это твой путь да ты так решил и это в принципе приветствуется потому что это тоже нужно самобладание какое-то чтобы от чего-то отказаться от того что тебе раньше приносило удовольствие а я не отказался я ни от чего я ни от чего не отказывался во-первых нет нет время от времени я все-таки позволяю себе нет никакого табу нет такого да в 30 это происходит в 30 раз реже чем ранее все понятно у нас в чате еще очень много классных вопросов я отключаю это не через преодоление это не через преодоление это не через запресс это через разрешение да спасибо Ринат ну поучиться да хорошо всегда надо сказать Ром здесь есть классный вопрос давай о том как ты реагируешь как ты себя чувствуешь когда консультируешь других людей а в моменте что в моменте понимаешь что вот сам этот вопрос знаешь но почему-то не делаешь или не реализуешь либо медленнее чем хотелось бы вот какая твоя реакция какие твои чувства знаешь я сейчас зайду чуть-чуть с другой стороны да когда Иван задавал свой вопрос предтеча такая вопроса я вспомнил фразу не смогу вспомнить фамилию но достаточно известный американский психолог он сказал что ментальный скачок человечества в 20 веке это отсутствие страха попросить помощи психологической у другого человека но мы под словом психологическая помощь подняли наставничество менторинг коучинг то есть отсутствие страха попросить помощи что тебе помогут является вот этим базовым шагом который развивает всю эту огромную индустрию помогающих профессий возвращаясь к твоему вопросу конечно же ты знаешь ну например я общаюсь с абсолютно разного рода клиентами там и предприниматели и госслужащие занимающие такие посты которые там ну как бы казалось можно только мечтать но везде есть своя цена мой уровень как я считаю достаточно осознанный выбор моей жизни он сложился и там наличие там чего-то более интересного что человек прокачивает а у меня этого нет но это нормально это абсолютно естественно мы же разные конфигурация жизни у всех разная есть очень важный момент вот как раз об этом мы и говорим есть понятие важно в целом мы можем сегодня закончить нашу сессию если осознание трех слов простых которые у нас есть они уйдут первое это контекст восприятия текущей реальности что на то что я воспринимаю это моя интерпретация и от того как я ее воспринимаю зависит мой образ жизни мои ценности и убеждения второе идентификация своих ценностей почему я так поступаю и третье это понятие важно или не важно что в приоритете и вот как раз шкала приоритетов и определяет что важно а что не важно вот мы с женой приехали кататься на лыжах и для меня важно в этом вечере выделить время для вас а вот для кого-то может быть это было бы не важно мне важно почитать что-то изучить какой-то вопрос подумывать о каких-то вещах узнать что-то новое это тоже важно вполне нормально чего-то не делать даже если ты знаешь как это делать потому что для тебя другие приоритеты другие ценности в этот момент времени приоритет важности именно того что делаю я не совпадает с другим человеком который делает он но в какой-то момент времени у него могут смениться приоритеты у меня они могут появиться это это падлы и еще раз баланс баланс систем финансы отношений внутренние процессы и все это взаимодействие спасибо вот тут еще один вопрос от Евгения прям он такой классный мне нравится все вопросы нравятся вообще супер высокая активность все ли твои клиенты следуют стратегии добиваются результатов и есть те кто не доходит до результатов и почему не все да и мы это понимаем и иногда человеку важно платить деньги приходить и говорить о том что у него не получается для него это важно быть в состоянии что у меня не получается вот это вот знаешь осознание состояния если такой лайтовой жертвы он все понимает у него все прекрасно он может все что хочет но не делает и ему от этого классно внутри честно говоря это его состояние в котором тот баланс о котором мы говорили он находится почему наверное там ну более глубокие какие-то там из психологии возможно там психодрама или там какие-то там серьезные психологические могли бы помочь у меня нет этой задачи я им рекомендую сходи разберись ты приходишь уже третий год подряд твоей компании там она прекрасно развивается но ты все время чем-то недоволен то недоволен командой то недоволен стратегией то недоволен своей семьей и ценностный ряд меняется но как сказал один из моих клиентов недавно на стратегической сессии мы никогда уже не будем другими каждый раз после общения с коучем я со своим коучем общаюсь там я тоже становлюсь другим и вообще каждый человек с которым мы общаемся мы взаимно обогащаем ведь происходит системное слияние энергии ментальности которые ну как бы что-то заполняет какие-то лакуны там или гэпы между наших личностей поэтому ты знаешь я прям сейчас вспомнила в последний раз когда мы проводили технорегату вот этой осенью очень много людей подошло и сказало что как будто бы моя жизнь разделилась на до и после да то есть это была такая концентрация энергии знаний общения и действительно не было я говорю у меня аж мурашки не было ни одного человека который уехал после регаты таким же как он и приехал это были другие люди это невероятная вообще какая-то такая вещь которая происходит вот то как раз о чем ты говоришь соприкасаясь уже там с коучем с наставником с психологом с какими-то событиями мы не будем прежними знаешь есть нюанс как говорится в том самом большом анекдоте есть понятие отката то есть вот сегодня в нашей сессии мы все чуть-чуть перешли на другой энергетический уровень мы чуть-чуть приподнялись над реальностью мы чуть-чуть завибрировали по-другому да у нас чуть-чуть появилось больше веры казалось бы реальность туман реальности рассеялся и вот кажется вот еще чуть-чуть я сейчас руку протяну и вот она уже моя цель вот я прямо вот вижу я сейчас ее осознаю да и все просто до того момента пока ты не отключишь зум пойдешь поболтаешь с родными с домашними выпьешь чай посмотришь сериальчик завтра вспомнишь течешь тебя поглотит обратный тот текущий уровень жизни но мотивация неуспокоенность приоритизация если она на том уровне на котором о классно я отключился переключился на семейный контекст отката не будет но если ты это просто как бы вот ну знаешь о клево интересно для меня это не важно я просто в потоке побыла посмотрела почувствовал или там побыл там как бы что сейчас нам нужно сделать чтобы не откатиться я не знаю там поставить задачник что-то да там ничего ничего не нужно делать просто выдохнуть порадоваться этим полутора часам которым провели вместе подождись рано еще есть вопросы прощаться точно рано вот смотри мне очень нравится вопрос Ивана Третьякова мы много сегодня говорили о ценностях на самом деле и Рома Иван спрашивает как выстраивать личную стратегию своих ценностей как вот определить эти ценности как их выявить из всего клубка своих желаний ограничений трудностей приоритетов я как психолог знаю что есть различные тесты которые помогают это сделать но там очень велик риск того что ты думаешь какой ты и какая твоя ценность а по факту если сравнить с реальностью ценности могут оказаться другими вот как здесь не обмануться и вычленить твои реальные ценности спасибо тебе большое за такую подводку классную и действительно ты правильно говоришь есть как бы вещи разные вот смотрите я вам задал вопрос что для меня в жизни важно списочек под ним базово является как бы прототипом наших ценностей но если представить вообще нас я очень часто люблю приведить этот слайд человека в виде айсберга у всех визуализация картинка то есть если в разрезе возьмем айсберг надводная часть подводная часть над водой мы видим только наше поведение я вот например смотрю сейчас на Вику и говорю Вика ну какие классные у тебя ценности ну не получается так невозможно я лишь могу например будучи рядом с Викой послушать как она говорит посмотреть на ее реакцию например там подойдет официант она ему там что-то фыркнет Вика это просто пример извини да там да или наоборот скажет спасибо большое там улыбнется спросит как у тебя дела то есть понимаешь вот эти вот тонкие моменты они характеризуют только поведение это вот ну девочки знаете хотя под конец вечера хочется немножко пошутить да обещать не значит жениться я могу декларировать что я тебя люблю что я на тебе женюсь но это может длиться 10 лет да то есть как бы а вот что для тебя действительно ценность есть ли для тебя ценность семья создание со мной семьи да твои поступки определяют какой какие у тебя ценность но у нас у всех с вами там возможно были есть или там будут маленькие дети например когда они там что-то играются и ты пытаешься воздействовать на их поведение ты заходишь в комнату и говоришь так ну-ка быстро тихо кыш по углам они такие присели притихли только тебе стоит выйти из комнаты происходит все то же самое то есть это такой яркий пример изменение влияния на поведение практически невозможно но мы влияем на поведение именно через ценности под водой находится контекст восприятия нашего мира убеждения и ценности совокупность этих вещей и есть мотив твоих поведений то есть поведение человека это причины следствия это ценности анализ ну Вик не знаю там если бы ты меня спросил а какие мы ценности психологи часто дают это упражнение особенно в позитивной психотерапии там в конце дня достаньте блокно и поблагодарите самое важное событие этого дня поблагодарите кого-нибудь за то что это произошло классно все супер но фишка наша заключается не в этом фишка в том что надо сделать 21 день удержаться потом взять сделать массив данных посмотреть что для тебя было важным вот в этот момент посмотреть как ты реагировал почему ты это выбрал и тогда мы можем сказать что мы приблизимся еще вот к теме ценностей вот а поэтому ну как бы ну миллион способов самый простой момент отмечать между разниц между тем что ты говоришь что ты делаешь для меня важна семья там сидишь до 20.00 там трех на работе ну где там как совпадает ну вот самый простой пример то есть посмотреть на свои поступки и можно использовать вот эту вот механику которую дают психологи повыписывать благодарности важные события а потом проанализировать массив данных спасибо я вижу что еще Нармина тянет руку Нармин давай тебе дадим слово и я продолжу вернусь к вопросикам в чате у меня просто короткий комментарий была фраза по поводу отката у Ромы Ром и ты как тот человек у которого я была буквально два месяца и мы с Ромой сделали не просто страцессию он очень круто рассказал сейчас про там какие-то элементы но лично для меня было супер важно после страцессии у нас осталась большая ментальная карта и куча моих заметок мне вот важно чтобы все это было структурировано и к чему можно вернуться и когда я смотрю на эту ментальную карту думаю ух ты нифига себе я столько всего хочу могу и хочу это все сделать что вот эта ментальная карта такой некий вот инструмент и какой-то итог страцессия вот он меня возвращает и вот этих откатов не случается наоборот у меня сразу начинается такая высокая энергия мне хочется делать и вот для меня для человека практичного такие инструменты как ментальная карта мы делали документ и я вот к нему возвращаюсь где-то дописываю и в процессе дописывания я действую вот за это спасибо Ром Нармин а помнишь все-таки вот важный момент вечерний разговор да настройка то есть я хочу очень важный момент сказать что персональная стратегия как бы она ни была оформлена ментальная карта бизнес-процессы там системы надпись оно не летит если нет вот этой вот глубины психологизма да вот помнишь какие неудобные вопросы там мне почему ну как бы я пытался вам задавать да и это раскрывало приоткрывало за навесу вот над над тем что мы демонстрируем миру да это о том опять же какая прокачанная роль тебя привела на эту сессию и какая роль на самом деле нуждается в том чтобы для нее была стратегия вот эти моменты очень важны то есть не просто создать стратегию можно вот там сесть написать возьми там декомпозируй там в Варде многоуровневом списке да она нужна во взаимодействии с кем-то чтобы кто-то тебя услышал чтобы тебе спросили какие-то важные вещи на которые ты сам себе иногда стремаешься вот как-то что-то ответить не знаю даже прям знаете такое жаргонное словечко специально подобрал вот Рома спасибо тебе за эти слова потому что сейчас здесь случился какой-то такой ну у меня лично такой некоторый инсайт мы все прекрасно можем мы садимся занимаемся планированием своей мечты цели на следующий год но это ведь несколько иное это не стратегия и вот ты сейчас подсветил важную мысль да обстучать об кого-то кому-то честно ответить на эти вопросы да позволить побыть с собой там в этот момент ты знаешь я ну прости пожалуйста можно маленькую рекламу у меня есть маленький телеграм-канал в котором я пишу свои мысли я вчера думал блин ну как же мне вот ну рассказать про персональную стратегию по-другому я подумал вот напишу сказку маленькую и в общем сказку я назвал примерочная была жила девочка Надя а в голове у нее была примерочная и она приходила туда для того чтобы представить как ее цель отразится на ее жизнь садилась Надя в тихой уютном уголке в свое мягкое кресло и представляла какой она будет принцессой королевой или бизнесвумен и когда она почувствовала что ей хорошо или плохо в той или иной роли возвращалась она обратно в нашу жизнь и начинала она действовать классная сказка Ром примерочная важный момент спасибо тут вопрос от Марины вот смотри как придерживаться стратегии когда происходит внешние обстоятельства сильно влияющие на жизнь получается нужно поменять стратегию просто жить гибко в потоке а как тогда вот продолжить немножко этот вопрос как же тогда все-таки придерживаться своей стратегии если ты ее получается меняешь это все может вызвать стресс и тревогу спасибо прекрасный вопрос сразу успокоен нет ничего вырубленного в камни если завтра случилось бы так что все моря высохли то мы с Ренатом придумали не яхтенные марины а какие-нибудь подземные города ну то есть понимаешь когда-то я считал что стратегия такая просека прорубленная и на одной из лекций вот в бизнес-школе Сколков профессор по стратегии он сказал ребят и кстати Вика тебе тоже в книжке Клейтона Кристенсена очень классно об этом написано о потенциально возникающих возможностях и ограничениях что когда ты идешь установленной своей стратегией и вдруг лбом фигачишься в стенку то ты понимаешь что в этот момент не только преграды возникли у тебя на пути но и возникли новые возможности и новые ограничения и тебе надо повернуться либо направо либо налево для того чтобы посмотреть куда идет и как только ты повернулся направо и ты точно понимаешь о вот она моя новая стратегия и бежишь со всего размаха думаешь что вот сейчас ты всю жизнь будешь по ней бежать ровно до момента пока ты снова не врубаешься со своим лбом в следующую стенку и снова поворачиваешься куда-то кстати всем рекомендую у меня есть любимая такая сказочка опять же что-то меня на сказку сегодня под вечер потянуло когда я даю преридинг к своим там друзьям, клиентам называется где мой сыр прекрасная такая повесть о том как сыр пропал который должен был быть потом если кому-то нужно будет пришли да вот смотри Ром ты сейчас мне кажется даже отчасти затронул следующий вопрос который я тебе хотела задать вопрос от Дмитрия Губкина разве личная стратегия не учитывает личные ограничения конечно конечно Ника Вучича представляешь да она будет отличаться его стратегия от моей да ну вот самый простой вариант а можно вас еще спросить вот дополнение к этой дискуссии вот есть такая ну теория да что вот все то что человека жизни окружает и появляется так сказать в его вот этом пространстве это исходит из него самого ну то есть условно говоря про что вот вы говорили да то что вот мы там и думаем о какой-то все время ну идее да или у нас постоянно фоном потому что в бессознательном возникает оно и проявляется как бы вовне то есть вот как вы к этому относитесь вот интересно я в этом смысле отношусь к этому очень позитивно когда у меня родилась дочка я очень много гулял с коляской и в этот момент у меня был аудиокнига Вадима Зеланда яблоки падают в небо там или что такое не по трансерфинг реальности так вот там она очень четко перекликается с теориями мировых религий да вещь что Господь Бог является большим творцом а мы являемся все сотворцами и ты собственно говоря что такое стратегия жизни ты по сути сотворяешь свою будущую жизнь ты ее придумываешь да придумывая ее ровно такую ты можешь придумать ровно как бы как бы на что ты способен но ты не можешь из себя достать нечто чего у тебя нет да как там притча говорит вот монахи говорит слушай ты же пить ты же пить хотел а вот река такая большая так я напился сколько захотел столько попил река-то дальше продолжает течь то есть мы ровно можем придумать почему Ирина сказал следующая стратегия была глубже потому что в тот момент та была стратегия для него глубокой а когда он изменился сам стал другим за этот год то та стратегия показалась уже простой первичный и уже глубокий следующая стратегия возможно что он потом какую-то стратегию будет делать с какими-то другими специалистами которые еще более интересны которые по-другому смотрят на мир там являются адептами какой-то другой философии вполне возможно где раскрываются какие-то новые нам доселе неизвестные вещи ровно от нас на что мы способны то мы как бы и даем Ром спасибо тебе большое мне кажется мы так много сегодня разобрали вопросов вопросы в чатике кажется закончились но даже если они возникнут как раз таки будет повод прийти к Роману я просто хочу напомнить о всех бонусах да поблагодарить во-первых всех наших гостей мы уже выбились из тайминга невозможно интересный разговор но я хочу поблагодарить всех гостей за участие в нашем экспертном борде надеемся что полученная информация будет для вас полезной вы найдете где ее применить давайте сейчас скинем наши контакты или выведем слайд чтобы можно было связаться с нами а если вы захотите попасть на консультацию с Романом Дусенко то мы вам даем возможность получить 50% скидку на ее первый час и у вас есть если у вас есть запрос там касательно вашего бизнеса то тоже можете поставить вопросики в чат наши менеджеры с вами свяжутся потому что я напомню что 100 это большая площадка экспертов где мы помогаем решать ваши запросы подбираем менторов поэтому велка можете приходить к нам вот вы сейчас видите все контакты Ром это было очень здорово это было информативно это было интересно спасибо тебе за такую открытую очень искреннюю легкую и душевную подачу видно что да у тебя сейчас звук выключен да видно да чувствуется твой опыт чувствуется мягкость твоего подхода с заботой так очень оберегающе ты это все рассказывал я бы точно с удовольствием пришла бы за личной стратегией к тебе приходи приходи спасибо друзья не встречаемся да спасибо Ром большое маленькое пожелание коллегам во-первых огромное спасибо вам за то что вы инвестировали в себя это время удовольствие от общения с интеллектуальными умными людьми оно всегда обогащает и мне было очень интересно я каждый раз рассказываю о персональной стратегии все больше и больше сам в нее прогружаюсь это ведь такой удивительный как бы момент ты можешь много делать да там это как рыб спросили а как две рыбы спрашивают одна от друга слушай а как тебе вода он говорит вода какая вода да вот то есть ты когда делаешь живешь в этом ты не осознаешь не нужно сходить с ума если у тебя нет стратегии это первое да она у тебя есть просто она не формализован и ты живешь интуитивно по своим каким-то вешкам пусть они краткосрочные пусть они ситуативные но у тебя нет ты не можешь жить без цели да мы изначально то есть цель наша жить и она есть то есть как бы да ты каждое утро встаешь для того чтобы кушать там это маленькие цели из которых складываются большие вещи каждый из нас прошел какой-то профессиональный путь а это значит признание и какая-то профессиональная компетентность это это значит что ты ходишь и общаешься с людьми если ты руководитель ты управляешь другими людьми а это значит ты оказываешь влияние и вот если просто задуматься с базовой вещи начать анализировать все что я делаю а я делаю это из любви к тому что я делаю или нет да это я делаю потому что мне действительно это нравится или нет я живу с теми людьми с которыми рядом со мной я потому что действительно их люблю я инвестирую в себя только почему там да или я отдаю что-то вот я слышал я постоянно что-то отдаю меня все время обманывают наверное может быть здесь надо задать вопрос а может быть это и есть в этом смысл отдачи в том числе нам иногда трудно в этом признаться но не надо сходить с ума если у нас нет стратегии у нас есть жизнь и жизнь это великолепная вещь которая вот проходит прямо сейчас вот здесь мы с вами сейчас проживаем нашу жизнь и улыбнемся друг другу скажем доброго вечера прекрасного вечера отключимся и проведем его настолько классно чтобы он просто был попал в копилку лучших вечеров нашей жизни вот это и есть настоящая персональная стратегия спасибо да Ром спасибо большое а еще напомню что сегодня у нас самый активный участник который задавал больше всего вопросов да также получает 20-минутную стратегическую сессию с Романом и мне кажется больше всего вопросов мне кажется чат это показывает было у Евгения если Евгений до сих пор с нами то напишите пожалуйста потому что мы обещали тому кто останется до самого конца спасибо и мне было очень приятно вот Евгений здесь все Жень мы поздравляем тебя у тебя есть этот подарок мы тоже здесь спасибо большое очень было приятно Ром ты на наши регаты ну бываешь посещаешь я почему-то как-то мы планируем вот в этом году наверное может быть что-то сделать совместное на регате да потому что потому что мы как-то общаемся вот ну на регате вроде бы и со всеми но большей части наверное вот в своей яхте и с теми с кем уже до этого был на регатах вот поэтому я думаю в следующей регате обязательно пообщаемся да даже не в следующей регате а вот благодаря наверное тому что сегодня Ренат говорил я уже себе кое-какие стратегии придумал ну то что мне давно хотелось сделать но я не был как-то замотивирован наверное да вот сейчас я уже точно знаю что ну не буду пока говорить потому что вдруг не получится но я постараюсь это сделать ну дав себе слово и когда я это сделаю я скажу вот на той нашей сессии мы проговаривали я задумал что-то и вот сделал сама давай проще на ты нормально нормально пообещай что ты хочешь сделать я хочу в этом году выучиться на шкипера прям я скажу я обещаю вам ребят ребят я обещаю вам что в этом году я выучусь на шкипера ну вот я буду к Алексею да я думаю что будет еще один классный капитан потому что я иногда чувствую ветер и в свое время когда Ренат предложил поучаствовать в регате приехать и сказал что там будет классное сообщество мы первый раз ну я точнее первый раз поехал в Хорватию ну для меня это было просто колоссальное впечатление вот эта смена картинки это было что-то такое даже вот перелет сам да я там заехал в Вену вот представляете совсем не зная языка вызвал русскоязычного таксиста тот оказался чеченцем парнем мы до сих пор с ним поддерживаем отношения он прокатал меня по всему городу сделал экскурсию бесплатно на меня накормил и я на следующий день когда он меня отвозил в аэропорт я еле-еле ну уговорил взять деньги чтобы маме цветы купить он все это делал бескорыстно потому что он говорит казахи в свое время спасли чеченцам жизнь когда их депортировали сама спасибо тебе большое раз уж так много мы сегодня говорим о яхтинге о регатах немножечко вам скажу о том чем занимается 100 капитанов мы занимаемся тем что как раз таки мы организуем такие регаты где собираются просто уникальные невероятные люди и вместе вот эта концентрация людей их энергии знаний не может просто не трансформировать вашу реальность вашу жизнь и все рабочие вопросы запросы решаются намного быстрее поэтому кто желает кому интересно можно отметиться в чатике мы придем вам расскажем подробнее потому что сейчас самая крутая регата которая у нас будет будет проходить в сентябре в Черногории на которую мы вас приглашаем и там конечно же будет и Самат и Роман и Ренат все будут там все все друзья да не будем больше всех задерживать еще раз всем спасибо за вашу активность Евгения вы свяжитесь пожалуйста с нами чтобы мы могли вам вручить ваш подарок так скажем всем спасибо всем пока пока всем пока прекрасного вечера да ребят до свидания спасибо большое организаторам кстати отдельно хочу вам большое спасибо сказать что такого внимательного подхода я давно не встречал к организации мероприятий спасибо Ром стараемся спасибо большое пока за кадром тоже всем пока 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 не субтитры Продолжение следует...